Из книги «Открытым оком» том 15. Тема «Лапкин книги». Вопрос 2979. «Раньше много печатали ваши выступления в газетах и журналах. Было ли, что от этих статей кто-то стал искать путь к Богу?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Только Богу ведомо, где прорастет посеянное семя. Но до меня иногда доходят весточки, даже из-за рубежа, что от прочтения ими наших материалов они обрели счастье во Христе и стали православными христианами». 1 Коринфянам 3.7. «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, и все, а все Бог возвращающий». Исайя 55.10.11 стихе. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». «Я уверовала в Господа в феврале 1991 года». «Совершилось это так. У меня были семейные скорби на протяжении нескольких лет, и вот однажды, будучи в слезах, я произнесла такие слова. «Господи, помоги мне. Я не знаю, что мне делать, как поступить». На следующий день утром я пошла на работу. На посту я работала в больнице. В столе я обнаружила газету «Молодежь Алтая» номер 3 от 1 февраля 1991 года. Я взяла эту газету, и на первой странице была статья под заголовком «Просить прощения у мертвых». В этой статье Игнатий Тихонович Лапкин отвечал на вопросы журналиста С. Теплякова. Игнатий Тихонович Лапкин приводил примеры из истории, когда царь просил прощения за предков своих. У царя за оклятого преступления было такое во времена Иоанна Грозного. Так Горбачев должен просить за Ильича, за его непомерную жестокость, террор, за все без этого ничего не может возродиться. Кроме этого, были другие вопросы о вере, о ее стойкости и твердости. Во всех ответах на вопросы был такой смысл, чтобы найти в себе Христа и отобразить его в своей жизни. Статья настолько меня заинтересовала, у меня загорелось в сердце огромное желание увидеть этого незнакомого мне человека и услышать его речи, так как в конце статьи было указано, что Игнатий Тихонович проводит занятия в Алтайском государственном университете по изучению Библии. Судя по ответам журналисту, Лапкин Игнатий Тихонович, я мыслила, что человек этот не такой, как все, и удивилась, что вот он живет в нашем городе, а я не знаю о нем ничего. После таких мыслей я посмотрела на график, когда у меня выходной день, чтобы пойти увидеть и услышать проповеди Лапкина Игнатия Тихоновича. В выходной день я бежала в Алтайский государственный университет скорее, чтобы увидеть и услышать. Прибежала, оглянулась, нет ли объявления, в какую аудиторию заходить, да увидела. В полном смысле слова я вбегаю в аудиторию и никого не знаю, вижу целую аудиторию людей, все места заняты, кроме одного стола. А перед столом Игнатия Тихоновича. Это было чудо, как я вспоминаю теперь. Я села перед самым лицом Игнатия Тихоновича. Как я слушала, не могу подобрать даже подходящее слово. С этого дня я стала посещать занятия три года подряд, не пропуская ни одного. Так я познакомилась с Игнатием Тихоновичем Лапкиным. С первого занятия я поверила, что есть Бог. Прочитала первую книгу жизни Иисуса Христа со слезами. Далее впервые за 40 лет жизни я переступила порог церкви. Я была не крещена, ибо я никогда об этом не думала. И вдруг предо мной встал вопрос, а если я завтра умру? Так подумала, потому что уже узнала, что есть Царство Небесное, есть Ад. Что Иисус Христос умер за нас на кресте для того, чтобы мы спаслись. Таким образом, посещая занятия, я познавала истину жизни и назначения человека на земле. Хочу еще отметить, что в феврале я пришла на занятия, и вскоре начался Великий пост. Я никогда о нем не слышала и, конечно, не соблюдала. Я с великой радостью стала исполнять и перенесла пост без всяких затруднений. И удивительно, что я во время поста стала вспоминать свои грехи. А далее появились и слезы своей прошедшей неправильной жизни. Далее появилась и радость, когда я приняла крещение в поселке Потеряевке у кратерии Лапкиной Акима Тихоновича. Особенно я ощутила радость после крещения. Я как на крыльях летала. Это было чудное, незабываемое время. И, конечно, я познакомилась с верующими людьми, полюбила их. И жизнь моя совершенно изменилась. Я благодарю Господа Бога, что Он открыл мне узнать истину и жизни через Слово Божие, которое несет людям Игнатий Тихонович. У меня теперь есть надежда на спасение души. Выше этого ничего нет. Слава Господу. Никитина Евгения Дмитриевна Васильева. Телефон 4042-85. На должности безбожников не ставь. У них нет совести зачатки тормозов. Они сознательно пренебрегут устав. Быть честным им какой же в том резон? И если бы мы крепко помолились с постом и воплем, с милость нещедрой, глядишь, Бог смилостивится, и окажет милость, развеет нынешних и выжжет даже щепки. Там, наверху, в курятнике Кремля, они кудахчут с пьяно, отблудившись. На них бы грозного и всех перестрелять, перепластать жидовские излишки. Так люд голодный, ропщит и грозит, на хлебников и кровопит страшась. Для щук зубастых все мы карасьи, но перед Богом и главный жид карась. Горшечник из гончарного станка давно бы выдавил таких, как царь Давид. Самим же не родить, на то кишка тонка, себе подобных можем лишь родить. И потому, испрашивая чудо богобоязливых и совестью трудяк, найдет и ломоносовых в лачугах, а тех, глядишь, апостолов родят. Законы дикие грабительской орды сжечь вместе с идолами за святыней стана. Ни одного без целой бороды в учителях, одни лишь христиане. На исповедь лишь с Библии в руках, за отступление от слова под епитимью. Дела плоские сдвинутся во враг, с угрозой многою восстановить семью. На исповедь лишь с Библии в руках, за отступление от слова под епитимью. Дела плоские сдвинутся во враг, с угрозой многою восстановить семью. Ни ассамблеи, ни их последний писк не восстановят падшего Адама. Пока же укорыт в Кремле свинячий визг под стенью семиглавого удава. 4 февраля 2006 года. Игнатий Лапкин.